Есть определённые мысли, ну то есть утверждения определённые, которые мы приняли, и мы действуем на основании этих утверждений, на основании убеждений, что ли. То есть, знаете, очень часто эта информация является на самом-то деле ложью или негативной информацией. Приняв эту информацию, человек даже не пытается её как-то жить по-другому. То есть он соглашается с этим. Например, кто-то подвержен каким-то постоянным депрессивным таким состоянием, когда, вот знаете, хандра, то есть ты живёшь нормально, а потом какая-то хандра на тебя наваливается, какая-то депрессия, какое-то уныние, какое-то, знаете, усталость, какая-то бессилие. Ну, к примеру, у каждого своё может быть, да. То есть и ты, ты знаешь, что у тебя было так всегда, всю жизнь, сколько ты себя помнишь, у тебя были такие состояния, и ты уже даже не противишься этому, ты просто отдаёшься к ним, да. То есть вот ты приходишь, тебе опять так устанет, ты отдаёшься полностью этому состоянию, ты депрессуешь, ты хандришь, ты унываешь, ты ничего не делаешь, тебе ничего не хочется, Такое станет длиться, например, несколько, там, какой-то период времени, и потом тебя пропускает, и всё нормально, да? Но ты прожил-ка там неделю, к примеру, да, впустую, то есть ты её просто вычеркнул в своей жизни, да? То есть и так, как это у тебя было всегда, ты даже не задумывайся, что можно как-то по-другому, можно этому противостать. Написано, например, противостань, тьявол выбежит от тебя, да? Но если мы начинаем осознанно противостоять каким-то неправильным вещам, то это начинает срабатывать, начинает получаться, знаете, у тебя такое, знаете, возникает такое понимание, как слом системы, ты начинаешь удивляться, а что, так можно на самом-то деле, да? Есть ещё местописание, которое мне очень нравится, что Иисус принёс нам свободу, и Он говорит, что «Итак, стойте в свободе, не подвергайтесь опять игу рабства». То есть стоять в свободе — это активная позиция. Это значит, просто нужно отстаивать свободу, то есть мы должны быть свободны. Иисус пришёл, принёс нам свободу. Если есть какая-то ещё не свобода в нашей жизни, это ненормально. Его не должно быть в нашей жизни. Мы должны всё делать, противостоять, чтобы это ушло. Друзья, всем привет! С вами Иван Ковненко, это Курс Прорыв. Знаете, недавно я услышал такую интересную информацию, что учёные доказали то, что человек, он является приёмником информации, да? То есть он сам, то есть он может принимать информацию, анализировать, потом на основе этого анализа принимать определённые решения, но он не может сам как бы создавать эту информацию. В Библии, например, написано, сравнивается с человеком, что это есть сосуд. Сосуд — это примет, который чем-то наполняется. То есть его можно наполнить чем-то хорошим, или можно наполнить чем-то плохим. И поэтому, друзья, как сосуды мы можем принимать различную информацию, то есть или хорошую, или нехорошую, то есть или от Бога, или от дьявола. И знаете, я начал об этом задумываться, анализировать свою жизнь, и я понял, что действительно есть определённые мысли, ну то есть утверждения определённые, которые мы приняли, и мы действуем на основании этих утверждений, на основании убеждений, что ли. И знаете, часто мы думаем, что это наши мысли, что это просто наши утверждения, но если мы копнём глубже, как написано, Павел говорил своему ученику, что вникая в себя и учения, занимайтесь им постоянно. То есть если мы начнём действительно вникать в себя, в учения, то мы можем сделать определённые выводы. И зачастую те мысли, которые, ну, те убеждения, по которым мы живём, думая, что это просто наши убеждения, это наши мысли, мы поймём, что это просто мы их где-то, мы их просто приняли, приняли, поверили в неё и живём на основе этой, и знаете, очень часто эта информация является на самом-то деле ложью или негативной информацией. То есть мы принимаем какую-то ложь относительно себя, и на основании этой лжи мы живём. К примеру, кто-то верит, что он ни на что не способный, что он не сможет ничего в жизни достичь, что он неудачник и так далее и тому подобное. И человек, даже приняв эту информацию, человек даже не пытается её как-то жить по-другому. То есть он соглашается с этим. И действительно, если он в это верит, если он это принял, то так оно и происходит на самом-то деле. Но если мы, например, обратимся к Библии и начнём принимать и переформатировать свою мозги той информацией, которая говорит Слово Божье о нас, и начнём действительно утверждать эту информацию в своей жизни, размышлять о ней, то есть принимать её в свою жизнь, принимать её относительно себя, а не просто как какую-то абстрактную информацию, которая написана в Библии. Начинать делать какие-то шаги практически на основании этой информации. Мы увидим, как начнёт в нашей жизни что-то меняться. Вначале это начнёт меняться в нашем мозгу, то есть то, как мы смотрим на определённые вещи, то, во что мы верим. И потом на основании того, как будет меняться информация в нашей голове, мы начнём поступать соответствующим образом, вероотслышание. И когда я, например, начал анализировать, ну, в последнее время я начинаю много вникать в себя, анализировать какие-то моменты в своей жизни, то есть смотреть, просто брать свою жизнь и смотреть, почему я нахожусь, например, на данном этапе, почему у меня нет чего-то большего в жизни, чего бы я хотел. Вообще интересно очень получается, советую вам всем, начать вникать в себя, то есть анализировать. Я понимаю, что многие вещи я почему-то так принял, я не знаю, неважно откуда, неправильные вещи, негативные. Я понимаю, что я живу, соответственно, принявшему, даже не пытаясь что-то изменить. И, например, когда я теперь уже осознаваю, что я верю во что-то неправильное, я начинаю просто противостоять этому, и я смотрю, как начинает сразу же что-то меняться. Я вижу, что я могу жить не так, как я всю жизнь жил. Это, конечно, не так просто, потому что есть привычки, есть определенный образ жизни, сложившийся менталитет. Но если мы начинаем осознанно противостоять каким-то неправильным вещам, то это начинает срабатывать, начинает получаться. Знаете, у тебя возникает такое понимание, как слом системы. Ты начинаешь удивляться. А что, так можно на самом-то деле? Например, кто-то подвержен каким-то постоянным депрессивным таким состоянием, когда, вот знаете, хандра, то есть ты живешь нормально, а потом какая-то хандра на тебя наваливается, какая-то депрессия, какое-то уныние, какая-то, знаете, усталость, какая-то бессилие. Ну, к примеру, у каждого свое может быть. То есть ты знаешь, что у тебя было так всегда, всю жизнь, сколько ты себя помнишь, у тебя были такие состояния, и ты уже даже не противишься этому, ты просто отдаешься к ним. То есть вот приходит тебе опять такое состояние, ты отдаешься полностью этому состоянию, ты депрессуешь, ты хандришь, ты унываешь, ты ничего не делаешь, тебе ничего не хочется. Такое состояние длиться, например, несколько, там, какой-то период времени, и потом тебя попускает, и все нормально. Но ты прожил-ка там неделю, к примеру, впустую, то есть ты ее просто вычеркнул в своей жизни. И так как это у тебя было всегда, ты даже не задумывайся, что можно как-то по-другому, можно этому противостать. Написано, противостань, тьявол выбежит от тебя. Знаете, то есть у меня тоже есть свои как бы подобные вещи, когда Бог мне обратил на это внимание, я начал просто противостать, противостоять этому. То есть приходит что-то подобное, какое-то состояние, ну, как бы знакомое такое, и у тебя такая привычка уже сложить лапки, как бы и все, и не противиться. А тут я начал противиться, тут я начал противостоять, и оно было как бы вначале сложно и непривычно, особенно когда ты привык всю жизнь определенным образом реагировать на подобные вещи, да, но потом, когда я приложил как бы определенные усилия, усилия воли, противостал, и я смотрю, это ушло раз, и этого нету. И ты такой опачки, неужели так можно? То есть и это состояние ушло, и как бы я себя нормально чувствую, как обычно, знаете, то есть, ну, это просто как бы Бог мне показывал, у каждого свои вещи, у кого-то это, ну, какой-то страх, что-то боится там. И вот когда мы начинаем, например, вместо того, чтобы жить по-старому, старыми вот этими методами, как мы привыкли, если мы начинаем применять то, о чем, например, говорит Библия, ну, например, противостань, я применю, противостань, противостань тому, там, дьяволу, неважно, что вот каким-то вещам, которые негативные, которые происходят, просто противостань, принимая там, да, написано, что, есть еще местописание, которое мне очень нравится, что Иисус принес нам свободу, и Он говорит, что, «Итак, стойте в свободе, не подвергайтесь опять игу рабства». То есть, «Стоять в свободе» — это активная позиция. Это значит, просто нужно отстаивать свободу. То есть, мы должны быть свободу. Иисус принес нам свободу. Если есть какая-то еще не свобода в нашей жизни, это ненормально, его не должно быть в нашей жизни. Мы должны все делать, противостоять, чтобы это ушло. Знаете, я в этом, как бы, в последнее время практикуюсь. Это, ну, как бы, я не скажу, что это легко, это требует усилий, это требует времени, это требует, ну, настойчивости, выдержки, но это работает, друзья, и по-другому никак. То есть, или мы будем стоять в свободе, как говорит нам, мучает нас Бог, то есть, отстаивать свободу нашу, то есть, противостоять всякому рабству, или мы будем продолжать жить всю жизнь с этим рабством какой-то, который у нас есть, у каждого свое, но их может быть очень много, каких-то видов рабств, да, и, ну, это наш выбор. Мы всю жизнь будем в этом жить, и в итоге мы, как бы, мы становимся малоэффективными, да, то есть, из-за этого мы имеем в своей жизни мало плода, ну, по крайней мере, если бы мы освободились с этого рабства, мы бы смогли больше, гораздо плода принести в нашу жизнь. Поэтому заканчиваю, то есть, я хочу действительно обратить ваше внимание, чтобы мы начинали вникать в себя, сопоставлять с учением, заниматься этим регулярно, и начинать противостоять всякому рабству, и тогда придет свобода в нашу жизнь. Просто давайте об этом поразмышляем немножко. И на этом все. До следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok